Пассажирская авиация Пассажирская авиация, конечно, самая безопасная для транспорта, но только не для окружающей среды. Мало того, что самолеты сжигают тонны топлива в атмосфере, аэропорты потребляют столько электроэнергии на земле, сколько хватило бы для небольшого города. Почему? И что с этим делать? Аэропорт Фьюмичино в Риме, самый крупный в Италии, шестой по степени загрузки в Европе. Он был построен в начале 60-х и сегодня пропускает до 40 миллионов пассажиров в год. На обслуживание этой воздушной гавани затрачивается столько же энергии, сколько на средние по величине город. Наш аэропорт — это 300 тысяч квадратных метров закрытого помещения. Только для освещения этого пространства нужно 100 тысяч ламп. Ну а еще огромные энергозатраты на отопление или, наоборот, кондиционирование залов и мещинок. Вентиляционные системы в старом аэропорту не слишком эффективны, сбои нередки. Оптимизировать энергозатраты на отопление или охлаждение помещения, не нанося урон на комфорту пассажиров. Возможно ли это? Кондиционирование аэропорта — это примерно половина всех здешних энергозатрат. Если мы сможем уменьшить энергорасходы на вентиляцию, это немедленно улучшит картину энергопотребления в целом. Как же работает эта огромная система кондиционирования воздуха в аэропорту? Давайте заглянем в его техническую часть, обычно скрытую от глаз пассажиров. Ученые, работающие в рамках европейского исследовательского проекта, оснастили эти многокилометровые конструкции сенсорами. Они помогают вентилировать с умом, избегая технических накладок в разных частях системы. Мы находимся под первым терминалом аэропорта. Именно по этим трубам в залы приходит нагретый или охлажденный воздух. А вот это установка для кондиционирования, которая и потребляет ливеную долю энергии. Итак, эта подземная система теперь оснащена датчиками, которые распознают любую поломку, сбой, приводящий к увеличению потребления энергии. К примеру, благодаря сенсорам нередкий до этого синхронный запуск обогрева и охлаждения сразу же выявляется. Все данные, которые собирают сенсоры, приходят вот сюда. А затем они поступают на анализ и обработку в централизованную базу данных. Сенсоры присматривают за трубами круглосуточно. Что-то не так в системе кондиционирования? Служба технической поддержки получает сигнал с указанием локализации поломки. Растрата энергии впустую таким образом минимизируется. Вот здесь мы видим что-то не так. Аппаратура сообщает нам, что мы вышли из температурного графика. Это связано с неполадками в одном из подразделений системы кондиционирования. Менеджер, отвечающий за функционирование терминала, получит сообщение по электронной почте. И, соответственно, поручит специалистам устранить проблему быстро и эффективно. Исследования в области повышения энергоэффективности аэропортов продолжаются. За базовую идею принята концепция умного дома. Почему бы не сделать из Фьюмичина умный аэропорт? Наша цель – сэкономить 20%. Это сложная цель, но мы знаем, что ее можно достичь. Это сложная цель – сэкономить 20%. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok